Всем доброе утро! Прямо сейчас у нас здесь в студии интересный гость, который занимается делом для души и, можно сказать, кого-то, может быть, и мотивирует, потому что люди смотрят и тоже хотят этим заниматься. Возможно, после нашего интервью будет то же самое. Здесь у нас Татьяна Строчко, мастер точечной росписи. Доброе утро! Доброе утро, да! Во-первых, спасибо большое, что пришли и принесли всю эту красоту с собой. Достаточно мы много времени потратили, чтобы разложить все это у нас здесь, аккуратно, красиво. Если присмотреться, это очень ювелирная работа, скажу сразу, и очень красиво. Давайте сразу же приступим к тому, что вы начнете рассказывать, как вы вообще решили этим заниматься. Ну, на самом деле, мой творческий путь начался не совсем с этой техники. Там была немножко другая техника, я начинала с декупажа. А что это такое? Декупаж – это салфеточная техника. Это когда на поверхность, на любую поверхность наклеивается салфетка либо какая-то картинка, специально подготовленная для этих целей. Потом все это покрывается лаком, ну, какие-то дополнительные, там, разные элементы. Там филиграни, например, вставляются какие-то объемные элементы. И все это покрывается лаком и создается эффект росписи. То есть тоже очень достаточно интересная техника. И вот именно с нее я начала заниматься в 2012 году. То есть уже 8 лет. Ну, смотрите, значит, та техника первая, как вы еще раз... Декупаж. Декупаж. Она гораздо легче, чем вот эта, потому что она создает вид, как будто бы вы это сделали сами. Ну, да. С одной стороны, она может быть и легче, потому что многие так считают, что ну что там, приклеил салфетку, вроде как и все готово. Ну, да, так звучит. Ну, вроде да. Но на самом деле, когда мастер делает это грамотно и правильно, вы никогда не увидите, что это приклеенная салфетка. То есть вы этого не поймете. Потому что, когда в работе делается, мастерица покрывает до 20 слоев лака, накладывают на салфетку, и получается, ну, вы не увидите этого. Причем нет никаких ни малейших складочек, никаких нюансов. То есть догадаться, что это докупаж, если вы не знаете, вы можете не догадаться. Это нужно уметь делать. Ну, да, это тоже, как любая техника, требует определенных умений и навыков. Давайте поговорим о технике точечной росписи. А есть ли определенная технология, чтобы, например, создать вот такую роспись? Вы же с чего-то начинаете? Вот какая первая точка ставится вот здесь? Ну, вы прямо поставили меня в тупик. Ну, это очень интересно. На самом деле, вот все эти работы, они все начинаются по-разному. То есть я вот, например, когда начинаю что-то делать, я даже не представляю, чем дело закончится. И с какого момента начинается, ну, вот мандала, например, вот как в этом круговом узоре, она начинается с центра, да? С какой-то основы. Вот, например, если в расческе, то с контура, например, да, вот обводится контур. То есть... Это ваша фантазия, я так понимаю. Да. Откуда вы хотите, оттуда и начинаете. Да. Дело в том, что я, например, в интернете очень много разных шаблонов, да? То есть, в принципе, можно, например, на тарелку сделать, распечатать шаблон, подложить под стекло, все это перевести и сделать. Но я не пользуюсь шаблоном. То есть вот все, что вы здесь видите, это все рождается в процессе росписи. То есть я начинаю, да? Нет никаких набросков. Это супер. Нет. Правда, я сейчас очень удивлена, потому что это выполнено настолько идеально, как будто бы вы заранее нарисовали, а потом просто обводили, ну, ставили точки, да, если будет точнее, наверное. Ну, разметку я делаю. Например, вот если брать этот блокнот, то вот основные линии, это все расчерчивается циркулем. То есть я черчу окружности, чтобы было симметрично, аккуратно, красиво, да. Потому что так идеальную окружность никто не нарисует. Ну, во всем есть свои тонкости. Давайте приступим, вы покажете процесс. Давайте. Мне очень интересно, как это выглядит. Давайте я сначала вам немножко расскажу об основных героях точечной росписи. Это контуры. Вот это акриловые контуры, которые, это акриловая краска вот в таких маленьких, ну, тубах по 20-15 миллилитров. И она имеет вот такую насадочку, остренькую, тоненький носик, который позволяет ставить очень маленькие точки. И сила, скажем, сила нажима на контур, она вот именно этой силой мы регулируем, какой объем будет точка. Она будет малюсенькая, немножечко надавили, либо она будет пожирнее. Да, тогда уже надо давить посильнее. Но очень крупные точки этим контуром поставить нельзя. Для этих целей есть вот такие вот. Они называются средства для создания жемчужин. Предназначены для этого. Вот они дают такую красивую полусферу, которая после высыхания держит точку объем и создается вот эффект жемчужинки. Вот, например, вот эти вот точечки, которые, да, вот, они все сделаны вот это вот именно контуром, вот этим вот, средством для создания жемчужин. Они могут быть разные, и производители бывают разные. Поэтому в основном я использую для своей работы контуру по стеклу и керамике. Хотя вот в данном случае керамические только одна тарелка, но, да, но в принципе они универсальны, можно использовать на любых предметах. И на коже, и на дереве. Поэтому... А высыхание, и вот если, например, брать ткань после стирки, как-то теряешь? А вот по ткани есть специальные контуры для ткани. Они, в принципе, точно такие же акриловые, в точно таких же тубах. Кстати, вот у меня есть специальный контур, вот он по коже и ткани идет. И можно рисовать... Он чуть-чуть более жидкий. Вот в этом все его различия. Это специально сделано, чтобы краска впитывалась в ткань и не... Ну, как бы более волокна проникала и более крепко держалась. А после того, как рисунок нанесен, высушиваем в течение суток, и с обратной стороны или через какую-то кальку мы проглаживаем рисунок, и таким образом он закрепляется, и можно стирать. Ну, естественно, вручную, но краска очень хорошо держится. Ну, давайте приступим. Вы покажете примерно, что вы делаете. А пока вот вы будете показывать, я еще возьму вашу книжку в руки, потому что это очень удивительно. Это первый гость, наверное, на моем опыте. Вы, который пришел со своей книжкой, значит, вы занимаетесь этим достаточно серьезно. Это не просто так, и вы можете уже преподавать, да, я так понимаю? Ну, в принципе, да. Я являюсь автором этой книги. Она вышла в издательстве «Эксмо» в 2016 году. То есть, в принципе, уже книжке тоже 4 года. Но она пользуется достаточным спросом у людей, кто хочет научиться точечной росписи. Здесь все подробно расписано про материалы, про то, как подготовить поверхность. Потому что у каждой поверхности, да, есть какие-то свои особенности. Вот у дерева подготовить так, а, например, уже металл, там уже немножко своя специфика есть. А вот здесь мы берем бумагу. На ней тоже есть какая-то специфика? Нет, бумагу-то я просто взяла, чтобы вам показать. Потому что, взяв в руки контур, вы сразу не начнете расписывать блокнот. Надо просто, ну, попробовать почувствовать контур, набить определенную, ну, руку набить, почувствовать. Ну, давайте, я готова смотреть, что вы будете делать. Вы можете и попробовать. Ну, давайте я попробую. Вот, сначала, смотрите, контур держится как ручка. Так, это открытый контур? Нет, он пока закрытый. Я просто вот, он держится как ручка. Давайте я в левую руку возьму. Давайте в правую. Да? Хорошо, у меня просто сломался ноготь на правой руке, ну ладно. Никто не заметит. Вот, рука должна обязательно иметь упор. Это главное. То есть, на весу вот так вот вы не сможете рисовать. А тут-то у нас, получается, на весу. Ничего, я вам дам еще один листик, да. Вот так вот, ага, хорошо. Вот. Так, чтобы ничего не испачкать. Давайте. Вот, рука обязательно должна иметь упор. В идеале, конечно, вы должны сесть, положить руку на стол и работать. Обязательно, вот, рука, палец продолжением, как бы, руки, и вот, вот, вы ложитесь. То есть, у точечниц пальчик так вот интересно всегда оттоплен. И вот, когда работаешь, вот, получается... Аристократы. Ну, как-то так, да. И вот, обязательно, получается, надо иметь упор. Да, иметь упор. Так, сейчас я возьму салфеточку. Давайте. Это один из основных атрибутов точечной росписи, без салфетки, ну, никак. Потому что контур, носик контура периодически забивается, и его, ну, надо постоянно. Каждые, там, пару минут, да, снимайте, не бойтесь. Каждые пару минут, вот, его надо очищать. Иначе здесь скапливается краска, ну, и точки получаются неровные, некрасивые. Хорошо. Так, смотрите. Так, смотрите. Мне тоже, да, нужно, наверное, почистить? Ну, можете почистить, да. Как сделали это вы. Хорошо. Вот, смотрите, выдавливаете чуть-чуть, чуть-чуть мы выдавливаем, давите, не бойтесь, тихонечко. Вот эту капельку краски, просто, чтобы не было воздуха, чтобы не было плюха, как мы называем, да, мы ее убираем. Все, поняла. Теперь, смотрите, укладываем руку, ну, можете, в принципе, ну, хотя бы, вот, упор должен быть вот хотя бы здесь, на руку, да. И, смотрите, пробуем ставить точечки, вот, так, точка, то, так, я волнуюсь, у меня тут коляки боляйки. Точно, лучше моих будет. Смотрите, ставим точечки. Я что-то делаю не так, мне так кажется. Либо выдавливается еще много. А вы надавливаете, а вы не выдавливаете. А сильнее? Еще сильнее? Еще сильнее. А вот то, что вы такие вот, смотрите, у меня торчки получаются. Это немножко подсох контур, давайте возьмем с вами другой. А, да, все, значит, проблема не во мне. Нет, будем ждать, что проблема не у вас. Будем считать, что так. Давайте возьмем другой контур. А вот когда, я так понимаю, вы делаете, в процессе у вас пачкается все, да, наверное, и руки, и... Нет, ничего не пачкается, у меня для этого есть волшебная салфеточка, которую я все время вытираю. Ну, руки, конечно, немножко пачкаются, но не так, не настолько сильно. Так, поставили точку. Так, давайте с тобой немножко, с вами немножко, извините, подвинемся. Давайте, смотрите, поставили ряд точек, чтобы они были одинаковые, да? Пробуйте. Давай, вот так, раз, два, три, разные. Тренироваться. Да, они у меня все разные. Ну, ладно, не страшно. Это практика, и без этого как бы... Никак. Никак. Ну, естественно, вы первый раз вяжете контур. Так, смотрите, нарисовали, да? Теперь можно попробовать сделать точки, но поставить их близко. То есть мы здесь имели какое-то определенное расстояние, а это неважно. Видите, в рисунке же есть и далеко стоящие точки, и более близко стоящие точки. Когда мы чередуем диаметр точки и расстояние между ней, роспись получается такая, ну, более ажурная, более какая-то такая веселая, да? Чем она монотонна, будет вся одинаковая, вот так, тык-тык-тык. Смотрите, теперь берем, вот видите, выдавился немножко этот, и краска. Немножко не то, что можно было, да? И вот теперь ставим точечки, и делаем вот прямо рядом. То есть делаем из точечек определенную дорожечку. А вот если не получилось, вы просто стираете и начинаете заново? Да, я к этому отношусь очень, я такой перфекционист, если меня что-то не устраивает, все кардинально смывается и начинается заново. А сколько уходит времени на роспись примерно в среднем? Ну, смотрите, если мы берем роспись блокнота, когда поверхность плоская, то в принципе ее можно расписать, ну, за день, за два. А если брать, вот, например, шкатулку, то работа на шкатулке занимает недельки-две. Потому что поверхности все, внутри же надо сделать все полностью, поэтому... А потом мы сушим контуры, и после этого покрываем еще несколько раз лаком. И лак промежуточная просушка, то есть мы же не можем покрыть лаком, сразу покрыть, еще раз покрыть. То есть он как минимум, в идеале, конечно, он должен тоже каждый слой, но хотя бы 2-3 часа просыхать, прежде чем повторный слой наносить. А сколько живет вот такая шкатулка? Потому что я дотрагиваюсь, знаете, как будто бы... Я понимаю, что это сделано все профессионально, покрыто, но если ковырять, то что-то отпадет или нет? Не хочется мне ковырять? Нет, давайте не будем ковырять, вы просто скажите. Нет, почему-то можно провести крашки. Я очень переживаю. Нет, на самом деле оно абсолютно... Ну, я не знаю, чем поковырять, но давайте контуром поковыряем. А, да, ой, я боялась даже дотронуть. Нет, вот видите, контур металлический, вот я ковыряю, как вы говорите, и ничего не происходит. Это за счет лакировки, естественно. Ну, это еще и профессионализм, скажем так. Ковырять и рисовать? Нет, профессионализм, конечно же, рисовать так и закреплять, что это ничего не отдирает. Нет, роспись, ее можно протирать влажной тряпочкой. То есть взяли влажную салфеточку, протерли, насухо вытерли, и работа будет жить... Хоть по наследству передавайте. Тарелки можно мыть. Ага, ну да. Помыть под воду. Кстати, тарелки не закреплены лаком вообще. Она чисто декоративная, это нет смысла, вообще никакого смысла. А если мыть? Ну, помыли и высушили полотенчиком, промокнули, поставили, и дальше радует она вас. То есть есть с такой тарелки не стоит, да? Нет. Вот насчет тарелок, они чисто декоративные, потому что производитель на красках пишет, что контакт с пищей недопустим. Вот это очень важно. Но если тарелка прозрачная или какая-то это салатница, то можно расписать нижнюю сторону, с обратной стороны. Вот если расписать здесь, роспись будет просвечиваться. Единственное, она не будет, вот это вот, не будет этой вот пупырчатости, да? То есть так как роспись идет, но она будет красива, будет функциональна, и многие мастера именно так и поступают. Или, например, чашка, да? Чашку, когда мы расписываем наружную сторону, а чай наливаем внутрь, пожалуйста, можно пользоваться с удовольствием. Ну, знаете, супер. Я столько информации узнаю, оказывается, что-то можно, что-то нельзя. Для меня это способ релаксации сейчас. Вот мне понравилось. Точки, правда. Смотрите, давайте попробуем точки поставить. Смотрите, маленькая, больше, больше, еще больше. Увеличиваем ее размер. Это, скажем так, основные такие техники, которые необходимо просто попробовать, чтобы потом начать рисовать, чтобы не встретиться. А, то есть это как... Это как разминочка. Да. Чтобы понять, что... Почувствовать контур. Вот. Теперь можно, например, попробовать большую точку поставить, потом меньше, 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 меньше. Интересно, даже в такой росписи есть разминка. Вообще удивительно. Ну, естественно, я же разминкой теперь уже не занимаюсь. Ну да, потому что вы уже профессионал. Это для начинающих. Тот, кто первый раз вот взял в руки контур, и, ну, как ему начать вот просто взять и сразу начинать что-то делать. Так, ну, знаете, я сейчас хочу показать наше творчество. Это делал профессионал. Ну, все равно, знаете, в любом случае. А это моя работа. Пока корявая, пока кривая, но какая есть. Я думаю, в принципе, начало положено, да. Ну, в любом случае, хочу сказать большое спасибо за то, что вы пришли. Очень информативно. Столько информации я узнала, что, не знаю, как это делать, как рисовать, как делать разминку. Ну, и это искусство. Желаю вам удачи в дальнейших ваших... И книжки писать, и мастер-классы, и преподать школу свою открыть. В общем, чтобы у вас все было. Большое спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас была Татьяна Строчко. Это мастер точечной росписи. А вы, дорогие телезрители, никуда не переключайтесь.